Здравствуйте, это Укрлайф Судмила Немири, и мы продолжаем наши эфиры. Хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка Гетьман. Недавно в нескольких известных изданиях вышли статьи одного и того же автора. Одна из них называется «Россия между Индией и Китаем. К чему идет игра в треугольнике?». Вторая статья вышла в известном издании «Проджект Синдикат», которая называется «Дни российской военной экономики сочтены». Автором этих двух статей является известный шведский дипломат, экономист, старший научный сотрудник Атлантиканца Андерс Асланд, господин Асланд. Здравствуйте, спасибо огромное, что вы сегодня нашли время поговорить с нами. Здравствуйте, Людмила, всегда приятно с вами. Спасибо. Господин Асланд, давайте начнем со статьи, которую вы опубликовали в «Проджект Синдикат». Это статья, которая, повторюсь, называется «Дни российской военной экономики сочтены». Мы так долго ждали, когда же наконец это произойдет. Неужели это действительно так, и они сочтены? Ну, конечно, надпись это редактор делает, и не я. Но что я писал в этой статье, это что резервы, ликвидные резервы России кончатся в конце следующего года. Россия только имеет достаточное финансирование для бюджетного дефицита 2% ВНП в год, еще один год. И это, что было последние три года, достаточно маленький бюджетный дефицит на 2%. Надо помнить о том, что Украина имеет бюджетный дефицит 20% ВНП, но Украина получит финансирование от Запада 40 миллиардов долларов в год для бюджета. Россия это не получает, и тоже не может взять кредиты за рубежом из-за западных санкций, которые длится уже десятилетия. Что Россия не может иметь иностранные кредиты, и это значит, что Россия только может финансировать свой бюджет и войну с налогами. И налоговыми доходами недостаточно. Господин Анатолий, означает ли это то, что Вы сейчас сказали, что Россия должна быть очень заинтересована в том, чтобы так или иначе завершить, ну, по крайней мере, горячую фазу войны в самое ближайшее время? Да. Есть очень хорошее выступление генерал-лейтенант Кирилу Буданов на конференции ЕС, где я был в Киеве три недели тому назад, где он сказал, что мы достали планы России на переговоры, и что они хотят кончить войну в конце следующего года, потому что тогда их резервы кончатся. Именно что я считаю из статистики. И это совсем разумно. И можно сказать, что один пункт, это когда резервы России кончатся. Другой пункт, это президентские выборы в США. Ясно, что Трамп работает для Путина, и что Путин надеется, что Трамп победит в выборах в США. Уже есть криминальное дело против так называемых журналистов-пропагандистов, которые работали для Кремля, которые получили 10 миллионов долларов от Кремля, чтобы распространить антиукраинскую пропаганду. Один из них даже получил 400 тысяч долларов в месяц. И это просто объявление прокуратуры по этому поводу. Господин Аслан, тогда позвольте вернуться к теме американских выборов, потому что Украина уже не раз сталкивалась с ситуацией, когда она так или иначе поддерживала одного из кандидатов, и потом у нее возникали проблемы, когда избирался другой человек. Вы тоже знаете эту историю. Что касается Трампа и Харрис, как вам кажется, какой может быть реальная политика каждого из этих кандидатов, если они станут президентами? Потому что, с одной стороны, многие вещи кажутся понятными. Вот сейчас команда президента Байдена очень поддерживала Украину, и мы за это очень благодарны. Но, к сожалению, как сказал мне в своем интервью Джеймс Шерр, вот там несколько месяцев назад, что этой помощи настолько недостаточно, это слишком мало и слишком поздно. И в результате создается впечатление, что эта война затягивается надолго. А если она затянется надолго, то это в любом случае проигрыш Украины, потому что у Украины нет столько человеческих ресурсов, энергоносителей, как у России, которые она может использовать. Это вот с одной стороны. С другой стороны, мы помним, что когда Трамп был президентом, то он, по сути, разблокировал право продавать Украине оружие, и таким образом Украина впервые получила не только джавелина, но и получила право покупать оружие за рубежом. В то время как администрация Обамы блокировала эту возможность. И в этом смысле есть история взаимоотношений с разными президентами, с разными администрациями. Мы, конечно, помним, украинцы, что очень важно иметь эту двухпартийную поддержку. Я не знаю, насколько это сейчас возможно. И считаете ли вы, как опытный дипломат, что существуют какие-то крайности? Если придет Харрис к власти или если Трамп придет к власти, как вам кажется, могут развиваться события? Какие сценарии возможны? Ну, скажем, общий принцип – это не пробовать влиять на выборы в другой стране. И здесь республиканцы очень волновались из-за того, что президент Зеленский поехал в Пенсильвейнию. Мне не кажется, что это ошибка. Они могли там сами быть, разные республиканцы. Что это они, которые это устроили, президент Зеленский. Но можно сказать, что лучше в таком случае просто быть в Нью-Йорке и не поехать по стране. Но главное – это быть нейтрально. Первый – это очевидно, что Трамп хочет Путина. Эти примеры, которые вы положили, что Трамп это сделал, надо это объяснить с двумя факторами. Первый – это очевидно, что Обама не понял внешнюю политику вообще. Байден – это намного лучше поняли. Он был за оружие для Украины тогда. И другая причина – это потому, что тогда у Трампа все еще были опытные сотрудники. Сейчас их нет. Сейчас только сумасшедшие люди около Трампа. Что он будет совсем по-другому сейчас выступить. Это мы просто знаем. К сожалению, часто слышно от людей из Украины, что Трамп может кое-что другое делать для Украины. Нет, он это не может делать. Он ясно объявил по телевидению, что он не выступает за победу Украины. Что он хочет, чтобы война кончится как быстрее. Это Джейли Вэнс, его вице-кандидат, представил достаточно ясно, что это значит, что Украина проиграет в войне. И чтобы Путин победить. Трамп – это совсем ясно. Что неясно, это что Харрис будет делать. И знаю его главный помощник в нижней политике Филипп Гордон. Который здесь 40 лет в Вашингтоне. Все его знают. И в основном все его уважают. И это человек, который спрашивает, что вы думаете. И не только объявляет, что он думает, что вам надо думать, как он. Что это достаточно открытый, очень профессиональный человек по внешней политике. Что я думаю, что это совсем возможно, что он улучшает политику Байдена. И мы с вами, конечно, видим эти ошибки Байдена. Дать слишком мало, слишком поздно. И я думаю, что он это прекрасно понимает. Думаю, что быстрее и лучше это делать. То, что это идея, что нельзя атаковать Россию. Это, по-моему, больше всего СЦРУ. И это Билл Бёрнс, который там начальник, который был послом в Москве. И в 2008 году он внутри американской администрации главный человек, который выступил против вступления Украины на НАТО. Что у него очень пропутинское прошлое. И я его вообще не доверяю. Он считается выдающимся дипломатом, потому что никто не знает, что он в самом деле думает. Но это опасный человек. И я не думаю, что он остается, если Харрис будет. И точно, Jake Sullivan не будет. Вероятном Филипп Гордон будет национальный советский безопасность. У Харриса. Что я думаю, что она будет исправлять ошибки Байдена. Но в основном иметь ту же самую политику. Но я думаю, более разумная. Господин Асланд, с вашим колоссальным опытом, связями, знаниями. Вот как вы понимаете и как вы анализируете, какие сейчас обсуждаются сценарии в отношении войны России против Украины. Я бы хотела сказать окончание войны. Очень многие сейчас стали говорить, что вот-вот, ну по крайней мере в Украине, что вот-вот и горячая фаза войны закончится. Что вот-вот и начнутся какие-то переговоры. Начало этих переговоров связывали с визитом Зеленского в Вашингтон, с встречей Байдена. Затем это стали связываться с встречей в Рамштайне, которая сейчас переносится по ряду причин. Вот как сейчас из Вашингтона выглядят варианты окончания или продолжения войны России против Украины? Есть ли какие-то четко оформившиеся линии понимания стратегии? Ну, Джей Ди Вэнс, как я уже упомянул, он дал свое предложение, чтобы просто, чтобы Украина все потеряет. Есть слишком много разговоров по этому поводу здесь, в Вашингтоне, что надо кончить эту войну. И это как-то не связано с Украиной, это американские дела. И это люди, которые не знают Украину, не знают Россию. В основном достаточно молодые ребята. Но это люди около Джейка Салливана, которые это обсуждают. Но я думаю, что это все изменяется после выборов. И я думаю, что это нереальные люди, которые это обсуждают сейчас. Но в основном это очень странно и вообще неполезно, что сейчас происходит. Я последнее время был в Эстонии, в Польше, в Швеции. И это удивительно сейчас, что скандинавские страны, балтийские страны и Польша, тоже Румыния. Что здесь 10 стран, которые совсем поддерживают Украину и будут намного больше поддерживать. Что мы видим сейчас, что Свеция дала очень много сейчас Украину. И военная поддержка, и финансовая поддержка. И больше будет. Что здесь разделение Запада. Что на одной стороне США и Германия, которые ничего не понимают. И тоже страны, как Бенгрия, Словакия, которые за Путина и против Украины. Но все другие хотят больше и больше поддерживать Украину. Что там никакой Ukraine-фатиг. Они стоят за Украиной. Что, например, когда я был в Швеции, на телевидении 15 сентября выступили 4 скандинавских министров из разных стран. Два социал-демократа, два консерватора. И они все говорили об Украине. Что они совсем поддерживают Украину. Что вопрос только сколько даешь. И не на какой стороне. Что можно сказать, что в этих странах нет дискуссии. А войне в Украине в смысле поддерживают или не поддерживают. Очевидно, что надо поддерживать. Очевидно, что Украина должна победить. В Стакольнике каждый понедельник 12 часов. Приблизительно 600 человек собираются, чтобы показывать поддержку Украины с докладами. Когда я там был, выступили шведский и финский премьер-министры. Что проблема больше всего США на втором месте Германии. Где канцлер вообще ничего не понимает. Ничего не знает. Достаточно сказать о Германии. Что начальник их военной разведки, Бруно Каль, он был в Киеве. 23 февраля 1922 года. И он сказал всем, которые слушали на него, что война не будет. Что это просто чепуха американские, английские. И в следующий день он не мог бы ехать из Киева. Потому что были заторы. И самолет Луфтанца, который бьет его в Киев. Остался там больше года. Потому что невозможно было вылететь из Киева. И этот человек сейчас остается на своем месте. Человек, который совершил огромную ошибку. И это показывает столько слабое немецкого правительства. И канцлер сам выглядит, что он просто не имеет способность принимать решения. Это меньше вопрос о том, что он думает. Но вопрос о том, что он не хочет ничего не решать. Господин Асланд, я очень часто вспоминала наше с вами интервью, которое мы сделали прошлой весной. Весной 2023 года. Я очень хорошо помню ваши слова о том, что существует очень серьезная опасность, что Украина вообще может не получить помощь в следующем 2024 году. Я очень часто вас вспоминала, когда мы оставались без помощи снова и снова. Невозможно было проголосовать. Мы видели всю эту процедуру. И я в своих интервью с многими экспертами говорила, цитировала вас, что вы предупреждали нас об этом. И сейчас я задам вам тот же самый, к сожалению, вопрос. Итак, финансовый год подходит к концу американский. Я так понимаю, в конце сентября. Вот та помощь, которая была проголосована, я так понимаю, что мы ее еще не получили. И сейчас есть большая опасность. Сохранится ли эта помощь после 30 сентября? И следующий вопрос. Если эта помощь сохранится, то что делать с помощью на следующий год? Вот как вы тут думаете, какие тут возможны варианты? А вот вы, к сожалению, вот в прошлый раз, к сожалению, оказались правы, черт возьми, по поводу всего этого. Ну, первый вопрос. 30 сентября эта проблема решила. Что эти 61 миллиард долларов, которые обещали Украине в апреле, должны выплатиться. Но до конца года, после конца этого года, никаких американских денег не готовы для Украины. И если Трамп победит, ясно, ничего больше не будет. Это совсем ясно. Если Харрис победит, я думаю, что администрация Байдена быстро готовит приблизительно 60 миллиардов долларов, как год раньше, для Украины. И половина республиканцев в палате представителей будут голосовать за это, как они сделали. Я думаю, что мы ничего не можем знать об этом до 5 ноября. И после этого те люди, которые занимаются делом, быстро делают предложения от администрации к конгрессу. И конгресс это быстро принимает. Это значит, что это будет старый конгресс, который это решает до конца года. Это те разные сценарии, которые я вижу. И не очень боюсь по этому поводу. Если Харрис победит, я думаю, что это... Ну, я разговариваю с людьми, которые прямо занимаются этими делами. И они не беспокоятся. Гасу Насланд, недавно вы написали статью, которая называется «Россия между Индией и Китаем. К чему идет игра в треугольнике». Я процитирую первое предложение этой вашей статьи для наших зрителей. Китай и Индия все больше будут заинтересованы в том, чтобы Россия выбрала мир, пока Путин не зашел слишком далеко. И вот почему. А вопрос «почему?» хочу адресовать вам, если можно. Потому что вы впервые увязали Индию и Китай, которые, по сути, являются конкурентами явными. Мы их так, по крайней мере, знаем. Вы их увязали в этот треугольник с Россией. И еще сказали приятную для нас фразу, что Россия, что Индия и Китай будут заинтересованы в этом. Если можно, давайте... Ну, первое, про ядерные войны. И Чжиньпинь, и Нарендра Моди сказали Путину публично, что ему не разрешается использовать дядерное оружие. Это достаточно сильный сигнал, что они не хотят это. Я думаю, что Китаю, в самом деле, достаточно хорошо, что Россия будет более слабая. И что они не сильно против, что война продолжается. Для Индии это вообще очень неудобная позиция, потому что для Индии Советский Союз был старый друг, и Россия продолжала, как обычно, другом Индии. Что я думаю, что для Индии эта война очень неприятна. И тоже это очень сложно для Индии иметь дружественные отношения и с США, и с Россией. Что для Индии действительно неприятное дело. И то, что Индия не хочет быть совсем на Западе. И что Индия хочет быть настолько нейтральной, как возможно. И это значит, тогда лучше, чтобы нет. Исходя из тех факторов, которые мы обсуждали, из запасов, которые есть в России, из позиций Индии и Китая, исходя из Америки предвыборной, считаете ли вы, господин Аслун, что скорые переговоры с Россией возможны? О прекращении войны. И насколько скоро они возможны? И какими могут быть эти переговоры? И кто может быть участником этих переговоров? Я не считаю, что переговоры должны быть рано. И я считаю, что надо, чтобы Украина получит контроль над Крым до того, что будут переговоры. Я, конечно, не военный эксперт, но, насколько я понимаю, Украина там имеет хорошую позицию. США очень поддерживала, что Украина бомбила много раз аэродромы и так далее в Крыму. Что сейчас это, в принципе, вопрос моста над Керчь. И это, насколько я понимаю, американские атакуемцы или немецкие тарусы могут сломать. И достаточно, чтобы это разрешать, и Украина может это делать. И тогда, мне кажется, что позиция Путина очень сложная. Тогда Украина может предлагать переговоры. Достаточно ясно, из-за того, что мы неофициально слышим от Москвы, что Кремль готов отдать Сапорожское и Херсонские области обратно Украине. Кремль готов. Насколько мы слышим, скажем, неофициальные предложения, я думаю, что здесь действительно но Путина хочет Донбасс и Крым. Что Крым – это главный вопрос. И, конечно, очень важно, чтобы Украина получит резервы Центрального банка России, которая находится на Западе. Это 300 миллиардов долларов. И сейчас это две страны, которые это мешают. Это Германия. Еще раз. И Франция. И у них просто аргументов нет. Они не понимают, что они делают. Официальный аргумент – это что это ослабляет евро. Это неправда. Это просто плохое экономическое понятие. В самом деле, я думаю, что там другие. Что они, особенно немцы, не хотят потерять слишком много от своих предприятий в России. И они боятся, что будет большая национализация немецких предприятий в России, если они соглашаются с этим. Что я думаю, что это настоящий аргумент. И Франция как-то просто не хочет. Не очень ясно, почему. Господин Асланд, недавно появилось несколько статей в разных изданиях, которые предполагают сценарий НАТО в обмен на землю. И многие говорят, что в Украине могла бы быть использована вот эта вот немецкая, немецкий сценарий, когда была там восточная, западная Германия. И как вот это все работало. Я не знаю, как вы расцениваете, почему эти сценарии появляются, что за ними стоит, и является ли это попыткой вот здесь и сейчас ускорить решение вопроса с войной России против Украины. Ну, делим это в двух частях. Одна часть это, что когда Германия стала членом НАТО в 55-м году, тогда это было только для западной Германии, где была гарантия НАТО. И в то же время Германия, тогда читала восточная Германия, оккупированная часть. Что я думаю, что так надо, это что я считал перед последним встретом на высшем уровне НАТО в этом году, что так надо делать. Отдать землю, чтобы это делать? Нет, это не надо. Просто Украина должна стать членом НАТО, но без того, что НАТО гарантирует безопасность оккупированной части страны. Господин Аслович, считаете ли вы это реальным сценарием, что Украина в ближайшее время, еще находясь в войне с Россией, может стать членом НАТО? Я помню, как об этом писал в свое время Киссинджера. Это было, если я не ошибаюсь, ну, не знаю, наверное, два года назад практически, но у него был другой аргумент, что надо принять Украину в НАТО, потому что у нее такая сильная армия, что все-таки НАТО должно уже теперь контролировать, что делает Украина. Это, конечно, хорошо, что у нас сильная армия, но что дальше с членством НАТО делать, пока не ясно, потому что Америка ведь тоже не очень за, и Байден тоже вот как-то против, по-моему, вступления Украины в НАТО. Да, ну, Байден, Салливан, Шольц, его советник, плотно, это главные силы, которые были против Украины сейчас. В то же время, как Франция была за. Независимо от того, что в 2008 году это была Германия и Франция, которые были против Украины. Сейчас это США и Германия, которые против вступления Украины в НАТО. Я думаю, что это вопрос, который очень близко связан с Салливан и Байден. И если они уходят, тогда, я думаю, что совсем другие возможности откроются. И я думаю, что те люди, которые писали эти статьи сейчас, что они имеют это в виду. Я считаю, что это совсем возможно. Господин Асланд, теперь, если позволите, хотелось бы вернуться немного в целом к видению Запада того, что делать с Россией. Есть ли уже какое-то понимание, что может быть с Россией? Потому что в последнее время снова стали раздаваться голоса о том, что неплохо бы снова каким-то образом так или иначе с Россией договориться, потому что все равно враг-то главный Китай. А вот как с Россией договориться, это вопрос, то ли это будет уже преемник Путина, то ли это будет кто-то другой, непонятно. Это с одной стороны. С другой стороны, кажется, что ну о чем уже там договариваться с Россией? Наверное, уже не с чем, не о чем договариваться, и Россия уж там напрямую стала сателлитом Китая. Вот где тут место России между Америкой и Китаем? И может быть, даже я еще бы перевернула бы этот вопрос. И считаете ли вы, что Америка может договориться с Китаем против России, как когда-то при том же Киссинджере? Отличный вопрос. Первое, здесь в Вашингтоне, здесь, скажем, ну это в основном, Джейка Сулливана, который очень боится провоцировать Путина, провоцировать ядерную войну, и провоцирует третью мировую войну. И это даже Байден сказал такие вещи, это ЦРУ под Уильямом Бернсом, который имеет такую позицию, что они считают, что Путин это медведь, и нельзя его разбудить. Что очень примитивный подход. И я думаю, что этот подход не исчезает, но ослабится после выборов, когда Байден и Сулливан не будут играть роль. Но тоже здесь другая, более старая идея у всяких людей, это что надо, чтобы есть дедырный контроль над ядерным оружием. Это именно что Джордж Буш старший сказал в Украинской Верховной Раде 1 августа 1991 года, когда он выступил против национализма Украины. Очень жестко. И боятся здесь дестабилизации Россия. Они считают, что это лучше иметь Путин диктатор. Меньше этого старого идея, что худшие люди будут против после Путина. Есть тоже такие идеи, но это не главное, потому что Путин достаточно ужасный, сложно думать более ужасный человек, чем Путин. И что или ядерное оружие нет очень большой роль здесь в внешнеполитическом мышлении Вашингтона. Если вы смотрите на Европу, нигде так не думают, поэтому поводу. И Германия это совсем другое. Они хотят восстановить старые хорошие отношения с Россией. И немножко из этого тоже во Франции. В других странах Европы очень единые боятся России. Но есть скоррумпированный Виктор Орбан. Но это особенный случай. Что если мы говорим в конце концов боятся дестабилизации Россия, не имеют понятия о том, что будет, никто не знает, что происходит около Путина. Сейчас там очень странно. Он очень серьезно страдает от паранойи. Вы вероятно слышали, когда он разрушил свою резиденцию в Сочи. Почему? Ну, вероятно, из-за того, что он боится, что украинцы это бомбят, что это такой человек, который живет в бункерах в Новом Агарьове и Валдае, может быть, в другом месте, которое мы не знаем. Это ненормальный человек. очень мало обсуждают, что будет после Путина из-за того, что не знают, что происходит. Это больше всего обсуждают хорошие либеральные российские оппозиции, люди, как мой друг Леонид Гостман на премьер. Но это достаточно мало людей, которые обсуждают, что будет в России после Путина. И в Вашингтоне это просто не разговор. А вот может ли Америка договориться с Китаем против России? Как приятно будет, как сейчас, что Китай и США обсуждают разные вопросы, у них огромная торговля, и США становят некую технологию, но разрешают другую технологию для Китая, что есть какой разговор все время, и конечно Китай очень зависит от технологии США, потому что США совсем преобладает современные технологии. Скажем, когда это обсуждается здесь в Вашингтоне, Европа не существует. Это только США и Китай, которые обсуждаются. И из-за того есть эта дискуссия и Россия вообще не принадлежит этой дискуссии, что немножко иначе ставил вопрос Китай и США будут обсуждать всякие дела, и это как конкуренты, это не как друзья, но тоже не как противники или точно не как враги. Это сложные, важные отношения, но это не так, как вы представили, что это будет Китай и США против России, это невозможно. и там просто разные страны, что Китаю удобно купить дешевую сырью от России, можно не покупать оружие, потому что российское оружие не очень хорошее, то же самое как Индия, у них проблема, потому что у них проблема с российским оружием. То, что происходит на Ближнем Востоке сейчас между Израилем и Ираном, мы увидели впервые, как Иран напрямую обстреливал Израиль. Обычно это было через прокси, а сейчас это напрямую. И многие даже эксперты на Южном Кавказе говорят, что я с ними говорила, у меня было несколько интервью, они считают, что ситуация прямо очень критическая на Ближнем Востоке, и все там висит на волоске. Как вы считаете, если начнется большая война, в которую будут втянут Иран, или каким-то образом ситуация радикализируется на Ближнем Востоке, это как-то отразится на войне России против Украины? Да, это тоже влияет, но я не занимаюсь с Близким Востоком, что я не хочу высказаться по этому поводу. Господин Анатоль, ну и последний вопрос по поводу приближающихся президентских выборов. Я понимаю, что остается такой почти месяц еще, даже там меньше, самых горячих сейчас, самой горячей поры. Вот есть ли что-то, что сейчас вас беспокоит в связи с этими выборами, или это будет просто обычные, сложные выборы, очень конкурентные, очень жесткие, и, может быть, сложные процессы будут, признания и так далее, но все равно это будет такая американская демократия. Или вас что-то беспокоит в связи с этим, вот к чему нужно готовиться? Да, много беспокоит. Больше всего вероятно, что выглядит, что Трамп хочет партифицировать выборы, и это делят по-настоящему в этих семи штатах, которые решающие сейчас. Я думаю, что это будет огромный обман, и как Трамп сейчас выступает, это как жесткий расист против особенно людей из Хаити, и он как-то ничего не дает для населения, его экономические идеи совсем сумасшедшие. И его язык просто невозможно цитировать, потому что это настолько грубый. если мы анализируем, что происходит, кто делает для кого, выглядит что Харрис очевидно не победитель, но в то же время опросы это не говорят. И опросы здесь очень слабые, скажем, только один процент людей отвечает на вопросы. Мы получим эти вопросы по телефону, мы никогда не отвечаем, потому что они хотят всякой информации, которую не хочешь дать, что опросы в США практически невозможно совершить, потому что они разрушили систему сами. Что очень сложно знать. Я думаю, что Харрис победит, но это из-за того, что Трамп выглядит просто сумасшедшим. Он не просто фанатик, совсем устаревший и врет все время. Что у него он врет приблизительно два раза в минуту. Что невозможно слушать его, и он повторяет практически то же самое в свое время. И не имеет ничего для людей, это только для миллиардеров и себя. Господин Асланд, спасибо огромное, что нашли время поговорить с нами. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего вам доброго. До свидания. Андерс Асланд был сегодня нашим гостем, за что мы очень признательны. Конечно, благодарны вам, наши спонсоры на платформе Patreon и YouTube. Оставайтесь с нами. До свидания.